Гражданин Украины, у которого в нашей стране бизнес, приехал с длинным списком поручений от военной разведки. Кроме конкретных задач, в нем содержались и задания, связанные с мониторингом общественно-политической ситуации в стране. Для чего, нетрудно догадаться. У агента также был обнаружен документ за личной подписью главы военной разведки Украины Буданова. Именно его Россия сейчас обвиняет в организации терактов. Но давайте все по порядку. Если мы предложим вам съездить в Белоруссию и пособирать какую-нибудь информацию. Мне-то все равно, я на Украине. Товарищу полковнику эти видео могут не понравиться. Кого он не выучил, товарищ полковник? У вас президент. Количество войск, какие роды войск, какая техника. Но обо всем по порядку. Перед нами очень интересный документ. Начнем с подписи Кирилл Буданов. Начальник главного управления разведки Украины. Человек, кого официально назвали организатором подрыва Крымского моста. Поднимемся выше по документу. На официальном бланке украинской разведки с номером, с печатью. Названный Россией организатор терактов Буданов просит всячески оказывать содействие. В переходе границы Павла Куприенко. Куприенко – это гражданин Украины, который живет в Беларуси 6 лет, ведет свой бизнес. А в этом году, будучи в Киеве, его завербовали украинские спецслужбы. Он сказал, что я представляю дословно с этим определенную службу. Мы знаем, что вы много лет работаете в Беларуси. Мостиком между украинским бизнесменом из Беларуси и военной разведкой Украины стал Олег Сердюк. Знакомый по бизнесу. Вот здесь он в деловом костюме, а здесь уже в форме и с оружием. С его подачи Куприенко звонит некий Роман. У него австрийский номер. Он говорит предпринимателю, что находится за границей, а свяжется с ним Евген. Через несколько дней с ним и происходит встреча. Потом еще с одним спецслужбистом Сергеем. Если мы предложим вам съездить в Беларуси и пособирать какую-нибудь информацию. В отношении сбора сведений на территории Беларуси вам кто предложил? Евген или Сергей? Ну, не он. Я сейчас не скажу. Они были двоем. После вербовки Куприенко у него появился псевдоним «Снейк» с английского «змея». При содействии разведки ему удается быстро выехать из Украины и направиться в Беларусь. Уже с заданием собрать интересующие украинскую разведку сведения. И это 30 пунктов интереса украинской разведки. Например, слежка за железнодорожными узлами, перемещениями военных в приграничье, размещение комплексов РЛС, ПВО и далее по списку. Чтобы было понятно, имея такую информацию, проще наносить ракетные удары. И организовывать теракты, конечно. 11 пунктов списка – это задачи с точными геоданными военных объектов. Отдельно выделим темы мониторинга ситуации в Беларуси на предмет готовности деструктивных сил совершить госпереворот. Украина и этим занимается. А еще ее интересует информация о лицах, которые, наоборот, поддерживают власть. Их личные данные. Вот зачем такие сведения может организовать убийство, по примеру, Дарьи Дугиной? В Беларуси Куприенко создаст агентурную группу, привлечет к своей разведдеятельности еще двоих. Уже граждан в Беларуси – жители Гомельской области – Мачинского Тараса и Соловянчика Дмитрия. В переписке с куратором из украинской разведки Куприенко называл Мачинского «джерелла». Это означает «источник и наш человек». Просил по возможности прислать расположение техники, настроение солдат, куда они собираются. В каких районах? В каких районах? В расположенных. Ну, в близлежащих. В близлежащих? Ну, в Гомельской области. Тарас Мачинский – бывший украинец. Белорусское гражданство получил в 2010 году. Часто бывает в приграничье. Передавал, например, данные о расположении военной техники, передвижении колонн, о том, что Куприенко перенаправляет его сведения спецслужбам Украины, он знал. Помимо этого, пересылал разные видео еще и в ресурсы, признанные экстремистскими. Какие просьбы поступали к вам от него? Количество войск, какие роды войск, какая техника. То, что услышал и почитал, то я ему передавал. Ну, один раз мы увидели, как на ракете 400-ки везут. Ну, кстати, хочу заметить, оборонительное оружие не наступать. И даже жиму попросили снять. За участников сделали. Второй контакт Куприенко – Дмитрий Соловянчик, курьер в компании бизнесмена. Там же работала бухгалтером его мать. Кроме сохранения в телефон роликов с убийствами русских военных, снимал сам и просил близких делать вот такие видео. О, смотри, ракеты везут, падла. Снимают это, и все. Когда Куприенко задержали, тот попросил маму Соловянчика вынести из офиса фирмы его личные вещи. Среди них женщина нашла тот самый список с заданиями украинской разведки. Он его трясло. Ну, шо. Ну, а как он его здоровый? На вас смотрели, брат? Да, да. За вас что-то такое, я не понимаю. У вас скотина, зачем он сюда приехал? Вы поняли, что Павел Петрович приехал сюда с разведзаданием. Да. Соответственно, с целью совершить тяжкое, даже особо тяжкое преступление, правильно? Против республики Деворусска. То есть против государства. Это даже не против там конкретного человека, а против государства. То есть это угроза национальной безопасности. Вы это все понимали? Да. Самое удивительное, у следствия есть информация, что Соловянчика использовали в темных. Куприевич давал ему поручения, но не говорит для кого данные. А когда Дмитрий с мамой нашли этот список заданий, то понимая, что это за документ, он не стал его относить в правоохранительные органы Беларуси. Эти действия подпадают под укрывательство преступления. Тоже статья, как и измена родине. Когда он находился на Украине, я так понимаю, он с кем-то там из спецслужб. Ну, сейчас уже понимаю, что он с кем-то из спецслужб общался. Суть я понял. Разведать аэродромы, разведать Пимск, разведать Наровлю, Хойники. Там какие-то пункты населенные обозначил. За ними в районах лесов разведать по возможности фото, не по возможности, а желательно с фото. Попытки заснять передвижение военной техники какие-нибудь объекты могут закончиться очень плохо для новоявленного сам себе режиссера. Совершая подобные действия, граждане не осознают тяжесть последствий, которые могут наступить. Данные действия по оказанию содействия иностранным спецслужбам могут причинить вред национальной безопасности, как военной, так и в других сферах. Есть вещи, которые характеризуют людей и без официального вердикта суда. Тем более, если это их собственные слова. Куприенко делает инициативное предложение. Сотрудничать не просто со следствием, а с КГБ против Украины. Давайте договариваться, как я могу быть вам полезен. Могу со своей стороны сказать, что если я скажу «да», то это будет железное. И оно будет выполнено. Точно так же, как мои коллеги ульные, когда я сказал, что я поеду в Белоруссию разрулю, они по сегодняшний день, наверное, еще думают, что просто что-то не получается, и я не могу связаться. В отношении гражданина Украины Куприенко возбуждено уголовное дело по статье «Агентурная деятельность». В отношении Мачинского и Соловянчика возбуждены уголовные дела по статье «Измена государству». Санкция статьи может предусматривать до 20 лет лишения свободы. Евгений Горин, агентство теленовостей.